15 июня Гульфия Хикматулина запомнит надолго. Начинался день прекрасно. Женщина вместе с семьёй отправилась на Сабантуй в деревне Козыл-Яр. Веселились, гуляли по окрестностям. Придя домой, женщина почувствовала сильный зуд в районе живота. Оказалось, клещ. Позвонили на скорую, они просили приехать, но в первом часу уж мы не стали. С утра я поехала в травматологию, куда нас направили. И врач развёл руками и сказал, я вам не могу помочь, потому что нет в наличии иммуноглобулина. Из травмпункта женщину отправили к инфекционисту. Оттуда снова к травматологу. Медицинскую помощь, по её словам, Гульфия дождалась только через два дня, когда обратилась в больницу по прописке. Врач-инфекционист меня принял, назначил лечение. Инкубационный период после укуса на третий день явиться к инфекционисту и на десятый день. Врачи обвинения Гульфии, мягко говоря, удивили. По их словам, помощь ей оказали сразу же. Рану обработали, рекомендации дали. Как обработана была рана и отправлена была к инфекционисту в отделение. Потом в поликлинику под наблюдение инфекциониста в поликлинике её взяли. Единственное, чего врачи не отрицают, не сделали женщине укол иммуноглобулина. Это препарат, который нужно вводить сразу после укуса клеща. Лекарства в момент обращения Гульфии не было в наличии. Но медики заверили, проблема уже решена. У него габелин поступил, то есть проблем сейчас нет. Был такой небольшой период с поставками, это где-то недели. Отмечается, что в районе Нижнекамского района, в течение 10 лет не отмечалось ни одного случая клещевого энцефалита. То есть такого риска, большого, скажем так, нет. То есть мы проводим это для профилактических целей. Всего же с начала сезона в Нижнекамске и районе клещи покусали порядка 200 человек. К счастью, ни один из них не заразился серьёзными заболеваниями. Врачи не рекомендуют извлекать насекомых самостоятельно. Необходимо в срочном порядке обратиться к специалистам. Эльвир Софиулина, Марсель Джураев, Ахри Исламов. Новости НТР.